За неделю в Междуреченске в ходе профилактической операции «Семья» инспекторы проверили 42 семьи. Три поставили на учет. Инспекторам по делам несовершеннолетних пришлось забрать из дома 11-летнюю девочку. Ребенок практически голодал. Сейчас она восстанавливается в социально-реабилитационном центре. Ну, а что, допустим, вы могли приготовить вечером, чтобы покушать? Картошку. Ну, вот картошку, да. Ну, а кроме картошки, вот у вас же, я когда приходила, посмотрела, ну, у вас и продуктов-то нет, запасов никаких. Кушала 11-летняя Маша. Имя сразу отмечу, настоящее назвать не можем. Только в школе инспекторы по делам несовершеннолетних проверили семью по просьбе неравнодушной Междуреченки. Ей стало жалко девочку, она позвонила в полицию. При проверке-то и выяснилось, в квартире полная антисанитария. Живет мама, дядя девочки редко старший брат. Постоянную прописку получили клопы. О комфорте мечтали все жители, особенно по вечерам. В шесть вечера все ложились спать. Света в этом доме не было давно. Например, вы вообще будете кушать? Тут вообще у вас же ничего нет. Ну, хлеб есть. Ну, вот это. Вот, квашеная капуста. И это на целый день? Хлеб, квашеная капуста. Так я сейчас не работаю. То есть, я энергии не трачу. И есть вам не хочется поэтому, да? Да. Когда мы приехали на место, мы выяснили, что за неуплату электричества в квартире отключен свет. Горячая пища на протяжении нескольких недель не готовится. И маленький ребенок питается только один раз во время занятий в школе. В таких условиях полицейские оставить ребенка не могли. Вот уже неделю Маша живет в социально-реабилитационном центре. С ней работают специалисты. Несмотря на непростую ситуацию, девочка скучает по дому. Семья в поле зрения полиции попала впервые. Сейчас идет проверка и решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности. Как отмечают правоохранители, неблагополучных семей в городе стало больше. В настоящий момент состоит на учете 128 семей. В прошлом году состояло 105 семей. Я хочу поблагодарить органы системы профилактики за содействие. Работа с неблагополучием идет ежедневно. Инспекторы проверяют тех, кто уже на учете, и те, кто встал на путь исправления и вернул детей домой. Просят горожан забыть о равнодушии и о подобных случаях сообщать в отдел полиции или в органы опеки и попечительства. Знать о том, что окружающие могут помочь, должны дети молчать. В подобных случаях нельзя, ведь каждый день может завершиться трагически. Сотрудники силовых ведомств провели день правовой грамотности. Представители прокуратуры выехали в детский дом «Единство». Мы привыкли всегда, когда с вами встречаемся, говорить о вашей ответственности, что делать нельзя. Какая предусмотрена за правонарушение преступления, ответственность. Сегодня мы хотели поговорить о ваших правах. Что такое в игровой форме? В игровой форме самые важные моменты. Запомнить свои права детям жизненно необходимо. Два дня, 17 и 20 ноября, в прокуратуре и в Центральной городской библиотеке рассказывали о правах детей юным междуреченцам. Подключился и общественный совет при полиции. Анна Саустова, Игорь Ковалев, Михаил Чеканов. Новости Плюс.